Так повелось, что у меня на некоторых мероприятиях Провождает персонаж фильма «Маска» Кто? Сын? Кузенка И сколько я не борюсь с тем, чтобы он снял себе «Маску», он такая неудовищная, поэтому не почитали Здравствуйте, сейчас я буду бить У меня сразу, для начала у меня вопрос Вы мне сразу все выдать или мастерируют? Сразу все, я подумаю, я не знаю Народ любит мастерировку, теперь как? Народ любит мастерировку Сперерву Сперерву Когда перерыв будет, просто Сначала песенку, потом мастерик Давай так Нет, не нормально, хорошо? Да, не так удобно Вешает Вдох Вдох И не воль мне солнцу По сумерам срок отбываю Вдоль дороги мою Оловянное сердце кричит Говорят, и такое бывает Говорят, и такое бывает Ничего не возьму От квартир оставлю ключи Ты не плачь, мое солнце Тебе не к лицу летим слезы В одиночестве тоже какая-то есть красота Надо мной барабанят колеса Подо мной только сумерок белесый И такая тоска, и такая в груди маяка Ты не воль мне солнце Субтитры создавал DimaTorzok За зеленым сырчиком не понял почему Потому что в последнее время Что-то в военке постоянно скачут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я разговариваю свой кофер Слухим молоком Знаю, что будет Я большего знать не хочу Бесторожно по комнате делаешь шаг Потреблются, гробясь на количество дел Другая ночи, а в полжизни все дел Я так, зная, что делаю Больше вас знать не хотел Так будь аккуратно, любимая Слово не грош Взгляд твой подобен Секущим воздух в мечу О, мой Если ты больше ко мне никогда не придешь Я навсегда замолчу Я навсегда замолчу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мимо окон шел трамвай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А чей-то брат, что жил в Литве Субтитры создавал DimaTorzok А они все летят Рассеянный свет воздух В пламени не вжигая И за ними звуками тревожит рассвет Два прожавленных рыжих трамвая Два прожавленных рыжих трамвая Желтый поль и стекла синие дрожали И комната моя тряслась Свинья фарфоровых хлопьем И осторожные слова страхи Коснуться не мешалось И одиночество углу Мер не трогала. 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 На кролице. И под ногами моя земля, а-а-а. Так почему же в твоих глазах я вижу только животный страх? Всё превращается в дед и брак, как и в руки? Ты не ответишь на мой вопрос, ты побудешь перерос? А-а-а! Так почему же в твоих глазах я вижу только животный страх? Всё превращается в дед и брак, как и в руки. Но ты, ты не ответишь на мой вопрос. Видимо, вырос и перерос, а мне переполнены, может, слёз. Можно идти и я, вроде данный, голодный, ля-ля-ля-ля-ля-ля, не под ногами моя земля. Ты приготовил мне буду брать, без вреда, ты почему не рад? Кто победитель, чай подарок будет в конце. Можно сказать, мне повезло, можно сказать, мне хватит слов, и за спиною похочет зло. с язвами на лице. 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 Время на лице. И был момент, когда у нас еще было тогда водобойное перемирие, когда мы всем, ну это я так называю, да, когда музыканты с разными политическими взглядами друг друга на сцене стояли, еще не кривились, не корчились. Вот, но вот от этой песни я как раз чуть-чуть корюжила, бывает. Наверное, а перейду-ка я вот к этим песням. Так. В общем-то, не секрет, что последний год я катаюсь в Донецке. У меня немного, совсем 4 песенки. Вот, выписываю по этому поводу. Мы не так пришли. Вот, и дата Алмайя, я очень надеюсь, что выйдет у нас самая песня. У каждой песни есть предыстория. Когда я приехал первый раз в Донецк, я познакомился с маленьким мальчиком. Ему 6 лет всего было. Ну, это недавно, то есть сейчас он, наверное, 7, а может, еще и 6 пока что. Ну, чуть-чуть после. По-моему, не было. Держа него еще, наверное, не было. И в разговоре с ним мы выяснили, что он хочет стать разработчиком, компьютером, ридером. Вот. Ну, и, казалось бы, такое, ну, то есть такая мечта интересная. Но почему? Потому что он хочет, чтобы... Да, нужно сказать, что он с мамой, с бабушкой, они живут на Авдеевской промке. Ну, то есть там, 2, 3. Вот. И раньше через них все перелетало, познакомились, они как раз от обстрела выехали в нашу гостиницу. Вот. Он хочет стать разработчиком компьютерных игр и придумать такую игру, в которой спрятал бы от обстрелов маму, бабушку, сестру, дедушку. Вот. И, в общем-то, это, получается, посвящение всем детям, которых я там встретил. Андрюша. Андрюша. Андрюша берет карандаш и рисует послание Богу. Он рисует огромный шалаж и под крышей из веток семью. Ненадежно это жилье. Но Андрюша об этом не знает. Он настойчиво чертит свое и не спрашивает, почему. Почему уже нет больше силы? Откуда опять прилетают? Он у Бога однажды спросил, но Господь не ответил ему. Может, это такая игра? Злой волшебник стреляет из пушки и в округе грохочет с утра, и округе примычен покров. Слава Богу, что есть у нее шестилетний вихрастый Андрюшка. Он настойчиво чертит свое, он рисует спасительный дом. Три мельни капли дождя гонит мыль суховей по дорогам. И июльские птицы колбят над Донецким гранитным вождем. Грома каждого слыша вдали мы, и улыбнемся ей Богу. В центре самой прекрасной земли мы отметим победу дождем. Грома каждого слыша вдали мы, и улыбнемся ей Богу. В центре самой прекрасной земли мы отметим победу дождем. Грома каждого слыша вдали мы, и улыбнемся ей Богу. Грома каждого слыша вдали мы, и улыбнемся ей Богу. У меня есть тоже хороший мой друг. Это легенда Первой Сеченской войны. Костя Питерский, Масалев, Бешеная Рота. Он когда-то покоренелся всем телеканалам. Ну и собственно в фильме «Очистилище» того самого Низурова, который не человек. Там есть Костя Питерский, вот это его прототип. Недавно, кстати, два дня назад виделись. Вот он мне сказал, Илюха, короче, поедешь туда, найди самого отмороженного человека, возьми красный флаг советский, выручи и скажи, что шли до Киева. Я взял два флага и, в общем-то, когда приехал туда, я понял, что выручать, где-то там, может быть, карту. Это не значит, что они отморожены, а значит то, что они все заряжены, правильные мужики. Ну и вот у меня на втором флаге расписались все ребята, которых я видел, знаю, командиры. Дальше потом пошло-поехало там, в общем-то, и ребята из Сирии у меня расписались, когда я там был. То есть сейчас это у меня такое большое поломнище. И вот я, когда ходил туда-сюда, я смотрю, а я их по именам не особо знаю, не всех, естественно, там позывные. Я понял, что войну эту выиграют ребята со сказочными позывными, потому что Сыч, Ветер, Турист, Шаман, ну там, да, много. Вот. И про каждого, у каждого есть своя история. Допустим, вот у меня там в песне «Ветер целует лоб». Вот Ветер, это тоже мой друг хороший, он разведчик. Он говорит, слушай, вот спать мешает, вот лежу, спать мешает. Я, в общем, я встаю с группой, иду, целую их, лоб, они успокаиваются, вот, и все, и не мешает спать. Сыч, это мой прямо замечательный друг, тоже разведчик. Он говорит, он с пулеметом ходил. Он говорит, Люха, у меня в жизни твоей есть три любимых женщины. Это Родина, мама и Ириночка Николаевна. Я говорю, кто такая Ириночка Николаевна? Он говорит, это мой пулемет. При всем при том, что Ириночка Николаевна уже там, от нее мало что осталось, потому что там и… Да, строчилось. Ну, нет, туда просто ему в окоп мина польская прилетела, и разфигачили все, включая в плену. Вот, ну, там, ну, чего-то от нее осталось. А отец Феофан – это вот известный отец, батюшка, он в мариупольском СБУ был, вот мы тоже с ним познакомились, в плену. Вот, и когда познакомились, он такой забалденный говорит, а я запрофеивал СБУ, он же туда вернулся, и по Донецку теперь ходит с рюкзачком, ну, там, Кевларова, Костима, сзади лежит. Вот, песня называется «Сказочка». Вот, я ее особо играть не умею, потому что, я не знаю, я как ее придумал, но попробую. Эта сказочка не для всех, не каждый поймет слова, просто чаще смотри наверх, чтоб цела была голова. Ну, а если ее не жаль, то милости не прости, наше слово тугая сталь, звоном сделится по Руси. Облака перейдут в голов, на роскинистых берегах, это ветер целуют в лоб, с завзывавшегося в рога, но церинно ползет в туман. Здесь у каждого свой закон, эту песню поет шаман, и вкрызается в телефон, а за шахтой на пробке окнать. Удивительный пляс и свист заряжает свой автопад, улыбаясь ночи турист, а в лесу порогатый сыч плодит ласково пулемет, издавая призывный кубич. Пьет из слайперки черный город, тело движется к сентябрю, здесь от каждого будет долг, не встречает огнем из-за грюм, на деревке серый вод. Косит трассерный бурьян, Бог не выдаст, свинья не съест, только ломится ферафан, подростков скучная крест. Эта сказочка не для всех, не каждый поймет слова, просто чаще смотри наверх, чтоб цена была голова. Смерть поставила свой капкан, и смеясь под оклажки ее, если молится ферафан, значит мы еще поживем. Если молится ферафан, значит мы еще поживем. Смерть поставила свой капкан Смерть поставила свой капкан В общем, вот танцует Ферафан, я ее еще пока не пел, мы следующий неделю обязательно поехали, посмотрим на его реакцию. Реакцию я уже знаю, он тоже ее слышал, но лично пока еще нет. А другие ребята, когда слышат, говорят, а почему там про меня нет? Я говорю, ребята, если я всех вас указывать буду, то представляете, какая портянка получится, это на целый концерт, я лучше что-нибудь другое про вас напишу. Про всех сразу? Про всех сразу, да. Танец поехал мой товарищ, он, в общем-то, был техническим директором фестиваля Покровский собор на Красной площади, который мы делали. Он там и остался. Ну, в смысле остался, он там воевать остался. Все у него в принципе в порядке, кроме как почки застудил. Вот. А человек, в общем-то, из первой чеченской, из командировок не вылазил. Вот. И, вот он ушел в отряд. Вот. И первый его боевой выход был, как раз, когда, вот, погибли ребята, хорошие, вот, эвакуация тела командира, и в общем, а так как этих людей тоже, так, можно сказать, знал. Вот. И, я написал всем нашим ребятам. Причем, ну, если вот, кому интересно, у меня есть группа ВКонтакте, это не в качестве рекламы никакой нет. Просто там, как раз вот те моменты наших поездок всех, они, я их туда складываю, такой архив. Мы сделали клип с ребятами. И, мне, ночью просто высший степень доверия, я считаю, абсолютно незнакомый человек, прислал свои записи с боевых. Вот. И, мы в клип вставили, а там большинства ребят уже нет. Можете посмотреть. Вот. У меня. Браток. И, покуда колотится сердце в груди, и во фляге остался последний клоток, ничего не загадывай, просто иди, видишь, время настало, такое, браток. Осень снова затянется, все развезет, и, ура, и протопчет свою комею, и тебе обязательно вдруг повезет, и ты выживешь в первом случайном бою. На сапогах слой конья земли на километры бездонная дверь. Как они шли, Боже, как они шли в сторону ветра, наверху и смерть. Вот в таких, братишках, грядут времена, что, пожалуй, не каждый вернется живым, пусть затрутся из памяти все имена. Нас запомнит нас запомнит история под посылом им, потому что история это про нас, потому что с врагом не играют слова. Против немца в ножи вышел русский Донбасс, против немца стоит в тюрьм и в тюрьм и в тюрьм И покуда колотится сердце в груди И во фляге остался последний глоток Ничего не загадывай, просто иди Видишь, время растало такое На собаках Своим боги земли на километры Бездонная терять Как они жали позже Как они жали в сторону вега-тран Призвеши смерть Ничего не загадывай, просто иди Нас запомнит история Под позвонок Ничего не загадывай, просто иди Нас запомнит история Ну, в общем-то, вот началось Все, скажем так, еще до Был у меня дружок, тоже У него-то все второе мая началось В Одессе Он, в общем, пришлось ему туда уехать А мы с ним 30 лет назад В клубе авторских песен В Горни Кире начинали Тоже нескольких Вот Я с ним созванивался Он потом был в Луганске Он уже убоевал Психолог Поисковик Очень много бойцов наших Откопал Под Питером Это, естественно, что Великодечественное Вот Ну и, в общем-то, я остался Луганским А так получилось Я, в общем, дописал Когда его не стало Вот Он там от ранений Вот Ушел И Я Написал песню А потом Как-то После приезда В Донецк Эти песни Они, вот как В 90-е Раньше на кассетах Расходились Сейчас они расходятся На видеозаписях Ребята друг другу Пересылают И как раз Ребята там С одного отряда Говорят Ребята Люха Короче Вот эту песню Мы Услышали А теперь Перед боем Мы ее В общем Слушаем И в бой с ней ходим Манифест Манифест Господи, как же обманчива здесь тишина Так просыпаешься каждое утро в поту И понимаешь, что жизнь за тебя лишена Мир налетает на оси, летит в пустоту Каждое слово, как пуля, оставит свой след Если уже ничего невозможно решить Впрочем, и так очевидно, что выбора нет Между желанием петь и желанием жить Сколько ни бился, будет один результат Стоит счастье, но сразу поймет, что к чему Спит в окровавленной пашне красивый солдат И синее небо, как водится, спится ему Он улыбается тем, что осталось от рта Так удивительно будешь, но выглядит смерть Крикины в картах, проводятся красные черта Между желанием жить и желанием петь Каждое доброе слово оставит свой след Сбудется страшно, не страшно, под пулей петь Впрочем, и так очевидно, что выбора нет Между желанием жить и желанием петь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 такое про жизнь, про семью, про детей. Они очень радуются. А когда я приезжаю наоборот, материк, как я это называю. Причем так сложилось, Белгород единственный город в России, я имею ввиду нынешней России, который познал все то, что происходит на самом деле. Причем я понимаю, что отчасти познал, но и этого уже много. А там приходится как-то все постоянно вдалбливать. И даже люди, которые вроде что-то понимают, все равно подходят, казалось бы, с глупыми вопросами. Приходится терпеливо объяснять. Бывают такие моменты, когда на одном из фестивалей мне тоже подходили, говорили, Москва устала от трэша и войны, поэтому не может таких вот песен больше петь. Ну, ребята, вообще. Вот. Или в Питере там подростки, да, у нас есть музей Новороссии, который с 14-го года. Вот, можете попробовать в футболке с убитых азурцев со свастиками, со всей этой хирмой. А, пускай сюда приезжают. А это в Питере, да? В Питере подростки еще и зигают, понимаете? И там ходят, шевроны срывают, ну, с меня, допустим. Но это не подростки, а уже... А в Питере надо ведь в Саге вылезать уже, а? Ну да. Вот. И это все, конечно, сложно. Но я вот поэтому эти песни пою на материке. Вот. Вот. И они написаны как раз для этого. Вот. Для того, чтобы хоть что-то понять. Это можно будет. Вот. Вот. Потому что я свою позицию сейчас уже выражаю четко, ясно и понимаю, что... А, нам надо только нужна одна победа. Вот. Перейдем к более светлым и добрым песенкам. Ну, сколько я уже пою? Поверь, я не знаю. 19.57. А во сколько я хочу? 15 минут. Ну, тогда две песенки и мы делаем перерыв, чтобы потом уложиться в такое благостное два часа. О! Я тут буквально недавно в Питере написал песню. Я еще не совсем научился играть, но я попытаюсь ее у вас петь. Вы первые? Мы первые, кто слушает? Нет, вы вторые. Честно. Первые, которые у меня говорят. Ну, не совсем. Тогда третьи. Ну, я эту песню уже в Кирове пел. Но город Киров — это, в общем-то, город, в котором я прожил 20 лет. И, в общем, не то чтобы родина, но это родной город. Вот. И поэтому я не мог раз. Называется «Перната». Просыпаешься после долгого февраля. По привычке придешь на кухню, не вспомнив имени. Там за рутным окном воробьиной труляля улыбается небо, небо с глазами синими. Вспоминаешь прошлогодние позавчера. Там темна вода, и качаются звезды в проруби. На причале зимуют разбитые катера, И по черному насту важно шагают голуби. Все сиюминутное — это и есть вода, Перепутанные события, снег и месиво. Словно ноты усели с синицы на проводах, И чирикают дневпопад в разновольне весело. Колокольня за рощу делает громкий волн, Удивленный прохожий в строге не перекрестится. Он, как многие здесь, эту зиму прожил с трудом, Не смотрел новостей в подъезде, курил на лестнице. Он, как многие здесь, терпеливо чего-то ждал, Перелистывал фотографии и рылся в памяти. Он смотрел, как в миру разгорался чужой скандал, И шептал в пустоту «Ну, братцы, чего вы найдете?» А на мутный февраль наползает безумный март, От доски не загнешься и не помрешь со смехами. И рассматриваешь дно стакана и ключ на старт, И как в космос улетишь с тобой, Говоря «Поехали!» Я когда-то и сам так жил, порушал покой, Материлась соседка ясно и искала. Но однажды Господь вдруг коснулся своей рукой, И, понятно, все стало вдруг, И открылась и стена. Впрочем, это неправда, скручивая спираль, Время лечит и в памяти Снова стирает хроники. Я стою одна, и кончается мой февраль, И синицы галдят, И синицы галдят, И скачут по подоконнику. Звучит мелодия АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот очередной раз, когда собралась толпа, тут ОМОН и тетки, и я думаю, что сейчас будут бить, причем я не знаю, кто сильнее, то ли они. Я со сцены вылетаю на драйве. Я говорю, стоп! Я говорю, так, первое, вы очень плохо слушали название песни, второе, я пою о силе русского оружия, а все остальное, что в этой песне, это трепортное влияние Запада. Итак, значит, стихи не мои. Стихи замечательного поэта Сережа Казнова, его уж тоже не отдало, мы с ним учились в литературном институте имени Гулькова. Музыка почти народная, почти моя, местами я ее спел Гриша Донского. Название. Вот тут надо внимательно. Песня о метафизическом наказании фашистской идеологии в лице адмирала Канариса. Адмирал Канарис очень любил тут каннабис, или, говоря по-русски, легка напель. И потому, ощущая такую радость, он прибыл в Россию, когда в России была капель. Дожидаясь сезона, он укреплял карнизоны. Сволочь командовал своим фашистам. Пли! Адмирал Канариса был в свои бизоны, он дожидался в фоне шуража Канапли. Ехей! Как бывает, это потом наступило лето, спрятались с ромашки люди не отцыли. И адмирал обнаружил, что канапли почему-то нету, во всей России нету ни голоска канапли, а курить охота. Ох, как курить охота! И с этой новостью не поделаешь ничего. Он бродил по России где-то еще два года, он искал канаплю, а канапля... Пуф! Приятался при него. Ехей! 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 Маршал Шуков не любил слишком громких звуков и, увидев канависа, спокойно сказал, «Я тебе покажу русскую канаплю, сука!» И вскромный времени действительно показал, если мне не соврали, Каналец теперь в алкале, и с этой новостью не поделаешь ничего. И избегая встреч с войскими богами, он ищет канаплю, а канапля прячется до него. Ехей! 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 У-ууууууу! На вполне жизневенуждающую песню, о том, что даже в русской канапле никому не достанется. Причем из нее сделали масло, кашу и-и-и-и-и-и-и веревки и канаты. Вот. Я хочу этому, можно hacerεсп �-Конане! А я а что еще делали? Я и говорю об одежде,дуй? У города Епипань до сих пор нет. Вот. О, ну возвращаемся из таких. Это посвящение моему отцу. Ёшкин кот, я же про акцент не спел. Вот, вот, вот. Ну, держитесь тогда. Это, это вот я, а нет, я это буду петь, да? Не спел? Хорошо. Значит, еще. Это вот сейчас. Да, еще звезды были закрыты тучами. Я уже сутки лет эти рифмы мучаю. Да, еще. Много лет говорила бабушка. Было нас в пятер. А дед все сидел на лавочке. Да, еще это вчера и забытое прошлое. Старая кепка и ватник почти не ношены. Мир в окаянной грязи и мертвые бабочки. Мама, прости, а дед все сидел на лавочке. Что ж, кожи в облаках не такие разные. Звезды не горят великих и безобразия. Но мы сидим на балкаре и всем по чарочке. А дед все сидел на лавочке. Белый шаг. Белый шаг. Жду вас всех на втором отделении. Там будет интерес. Прежде, чем я начну, что такое моноспектакль, в моем понимании. Это стихи, проза, песни, музыка, объединенные одной историей. Небольшая предыстория вот этого моноспектакля. Это второе. Все это, конечно, можно послушать либо у меня в группе, либо на Яндекс.Музыке. Apple у кого есть, Spotify еще. Ну, делаем, в общем-то, все вещи. Spotify здесь еще не выгнали? Да, их выгнали, но, по-моему, там все это лежит. И на YouTube мой юзик тоже. Ну, значит, я написал это в 2015 году. Ну, песни у меня были уже записаны. Был у меня маленький рассказик про единорогов, который случился у меня в 97-м, по-моему, еще в школе. И я в архив залез, а потом все дописалось. Ну, по событиям моего того времени. Все абсолютно, и даже единорогие, это абсолютно правда. Все, что описывается там. Причем и храмы там с черепами. Это город Киров, Вятка. Что-то я еще хотел про это сказать. А, да. Вот в сети, в альбоме, то есть и на диске, студийная версия. Я несколько, две песни оттуда не пою. За каждое свое слово и за каждую свою песню я отвечаю. Но там есть песня про Воронеж. И я считаю, что она на данный момент времени неуместна. Посвящена... Не потому что она там посвящена человеку, который на той стороне находится сейчас. Просто там есть такая строчка, как раз, когда еще, ну, опять же, в водопойном перемирии было, да, и я сам еще не мог понять, что происходит. Поэтому было написано, на задворках империи пляж это война, впрочем, даже не наша, а отчаяние вспомнит. Так вот, это наша война теперь, и поэтому я эту песню сейчас не пою, но она есть на записи, и, собственно, записана неплохо. И от этих слов я, в принципе, не отвлекаюсь. Но каждая песня зависит свое время. Радости ради. Асстанuerум Асстанин Оставеши, Господи, в этих дремучелых лесах, Где бурый хозяин Сидит под ножами как пес. Где каждое утро к порогу приходит леса И пьет молоко Их хохочет до слез Здесь важный сахар несет гордели ворога И гать непролазна под сумерки пар от земли Река молчалива и скорбны ее берега Но тронется лед И пойдут корабли Пусть ангелы плачут Старухи сюда кричат Что молодость трачут На слезы крик И вместо ответа Холодная вера И участь поэта Который привык Который привык Извалишь ли господи от неразумных людей Мне каждое слово дается с огромным трудом Я жалости к людям не верую Я буду стоять на пороге Встречая лесу Смеяться до слез Наливать молоко Пусть ангелы плачут И в этом счастье И правда отчасти Пусть ангелы плачут Пусть ангелы плачут Пусть ангелы плачут Пусть ангелы плачут На своей комнате Устанавливаются Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» В 1406 году едва дынцы двинулись в поход на Москву И Дигей небесный конь увел серебристый ворону и кобылицу На том самом месте, где утха ветер спустился с небес Хан в гневе залезал старого друга И основал город, в котором я родился и живу по сей день А день мой сегодня начался рано Я проснулся за осветло от грохота грузовика Который каждое утро пустошает мусорные баки у дома номер 5 На улице Оранжелены Мне нравятся утренние сумерки Когда в городе пусто мусорная машина уезжает И во дворе остается один лишь дворник Платон Колобков Шаркающий по асфальту деревянной лопатой Обитой узкой ржавой шестью Я люблю смотреть на падающий медленный пушистый снег Высокую луну, которая словно партизанка выглядывает из рваных облаков Там наверху видать сильный ветер Потому что они быстро бегут по небу, причудливо меняя форму А у нас здесь тишь и благодать Только мерная, ритмичная, шарка, нетворничьей лопатой И в воздухе еще незаметно, но уже вполне сизаемо Пахнет весной Смотри, как в этом городе темно И лишь трамвай по улице каяни Меня несет к печали окон ядной И я смотрю в трамвайное окно А за окном в прозрачной полутьме Проносятся базарные соседки На старой остановочной беседке Бездомник приготовился к себе Вот и зима Сквозь облако и дна И здесь на снег все больше дождь Да слякоть по обещанию Что не будешь плакать И долго не останешься одна А вдоль дорог печальные провода И ровно год, как вдруг, не стало папы И я в трамвай, словно по этапу Отсюда уезжаю навсегда А ты живи Любовь, мол, вина зло Как будто ничего и не случилось И остальные пусть проявят милость И думают, что мне не повезло Ты всех обманешь радостью слепой Как я обманул свои надежды Так пусть все здесь останется, как прежде Камонсавпус Камонсавпус Камонсавпакой Камонсавпус Единороды С длинными тонкими ногами конь и единородный сын, несурасный, ушастый, черный, как уголь, жеребенок, весь в отца мастью. Маленький пострел быстро, с веселым ржанием взлетал над облаками и со свистом падал вниз, сложив крылья. При этом его большие уши начинают топорщиться и хлопать на ветру. Он же, плюхаясь в облако, пробивал в нем дыру. Единородом мама испугана фыркала и делая вид, что сердце упорола непоседу, большими губами за хвост и легко терепила, тщетно взывая к порядку. Платону нравилось наблюдать единороды. А кони не подходили к старику и даже не смотрели на него. Колодков знал, что так надо, и не печалился. Дворник за зиму настолько уставал от снега и лопаты, что обычно где-то к концу февраля на неделю уходил в забой, стремительный и резвый. Потом так же неожиданно выходил с умерки и начинал чистить двор, резвенько проглядывая в небо. Вот теперь всегда была обманчивая весна, начиналась лишь тогда, когда в облаках появлялись единороги. А я весну не люблю. Точнее, раньше любил, а теперь нет. Десять лет назад, 6 марта, умер мой отец. Я приходил к нему за несколько дней до печали, он был плох и меня не узнал. Я поил его с чайной ложечки и видел, как угасает жизнь. Рак сожрал его за неделю, и медикам из скорой ничего не оставалось, как констатировать агонию и ждать конца. Я ничем не мог помочь, а убитый и подавленный сидел над умирающим. Ему было 55 лет и 5 дней. А до этого, а до этого у меня убили друга, хорошего поэта, а через полгода, а после смерти отца, через два месяца разбился мой брат, а через полгода у него родился сын. А я, шаляв от кучности событий, запил так, что чуть не умер сам. И есть ли, есть ли хоть одно оправдание этой весне? Проходились башмаки в зиму, окольцованные реки Миндар. Вольнехоженных болот впротив спотыкается придет. О, Сергей, я скажу тебе, сестра, здравствуй, это страшная игра в красный. Здесь покровы на ветвях гни, и у смерти на устах имя. Очень сложно ключевой дуле не увлечься мировой пулей. Вдоль дороги все, кто мне дорог, не качаются на дне порох дна. Литератор на крови скачет, и ребёнок без любви плачет. Если рам по роже бьёт брата, и война огнём идёт в харту здесь. Все, судя по всему, правы, мне накалит и к чему слава. Я всем демонам скрошу тулю, и в итоге схлобачу пулю. От того, что Бог отбел сильным, от того, что не скорбел сменитом. Потому и не слыхает слова, и приходится молчать снова от дна. Субтитры подогнал «Симон» Я захожу к Голобкову редко, разве что выпить и помолчать. В его коморке по советски скудно. Высокая панцирная кровать, тяжёлый стол, накрытый полинявшей скатертью с бахромой. Дай печь, стенья. Чай будешь? Я тут прошлогодний сбор заварил. Дочь прислалась опять. Я не хочу травы морщу себе. Ты про дочь никогда не говорил. Ну, а что про неё говорить? Живёт где-то, бунтует. Посылки иногда шлёт. Я лет 15 её не видел. Знаю, что есть. И ладно. Платон тяжело вздыхает, раскалывает полено и бросает в огонь. Выпить есть? Я не надеюсь на положительный ответ. Магазины с 10 продают. Ждать ещё долго. Не дольше зимы. Там, посмотрите, это было. Он мне определённо машет рукой. Я иду к окну, где на подоконнике за цветастой занавеской стоит бутылка с мутной жидкостью. Наливаю на двоих. По комнате разливается ядрёный кислый запах самогона. Скажи мне, Платон, почему так жить страшно? А это всё, Глеб, от того, что любви в тебе нет и веры. Они же вместе рука об руку идут. Вот ты в храм ходишь, небось, как все по праздникам. Кресишься, а зачем и не знаешь. И я вот не знал. Неужто веруешь? Платон молча подходит к столу, смотрит на меня рыбьими глазами и, выдохнув, выпивает, занюхивая рукавом. Мы сидим где-то ещё полчаса. Я смотрю в мутное окно, а старик на огонь. И только в клетке под столом шуршит засохшая апельсиновой коркой серой крыса ручь. Платон поймал её несколько месяцев назад, но убить не решил с ней. Посадил самодельный карцер. Не знаю я, прерывает молчание Колобкова. Когда-то давно мы в соседнем монастыре водопровод делали. Трубы прокладывали в подсобные помещения. Ну и пришлось даже монашеские кладбища срыть. Тогда ещё лето дождливое было. Но на гробе кое-как храму снесли. Часть раскололи, конечно. Настоятель нас иродами всё называл. Траншею глубоко копали на совесть экскаватором. А потом на отвалах кости и черепа валялись. Мы из них пепелин сиделали и знакомым дарили. В бригаде нашей Татарин старый работал так, что он сразу, как этого видал, убежал и больше не приходил. А я, дурак, молодой, сел за машиной и прогулал копать. Как-то ковшом гроб подделал. А тот не развалился. Хорош, чтобы гроб. И вот полтора-стого в земле пролежал и не сгнил. Мы его открыли, а там старик лежит. И дух такой цветочный по всей стройке разносится. Помню. Это был 89-й год, говорю я. Я там практику с художниками проходил. Этюды рисовал. И черепа, помню. Жёлтые такие, с белыми зубами. Дети из траншеи доставали. Мы этих детишек крапивы из подворья гоняли. Так что? После этого поверил? А как мне поверить, когда вся бригада за пять лет перемирала? Кто-то спился, кого-то молнию убил. Кто-то сам на себя руки наложил. Только я до Татарина живём. Ну, а тебя-то что же Господь не тронул? Мрачного смехаевья. Ты тут, Глеб, не шуткуй, а то выгоню отсель. Платон строго смотрит на меня. В глазах его появляется недобрый гонёк. Да мир, Татарин тот, воды из источника в кружке мне принёс. Там у храма источники есть. Сказал, чтоб я лицо умыл, остальное выпил. Вот и живу теперь за всех. И пью теперь тоже за всех. Все мы пьём за наших мертвых. Песнуйся, беспокойся, крича. Рыдала истеричная свеча. Ко мне лишь только треск не был слышен. И я сидел, и кто-то строгий слышал. Мне обещал повторный свой приход, и я сидел, и не кончался год. Зима ещё не смелая была, и сизость голубинного крыла. Меня несла из декабря в декабрь. Сквозь тьму лавросов, что бы, где бы, как бы. По низкому серому небу пролетел клин бедных усатых троллейбусов. Они покружились над нашим домом, мигнули фарами и улетели в никуда. В никуда это очень далеко. Там не кончается снег, и колёса обвязывают цепями, чтоб не скользили. Там бойкие старушки, словно всерошенные воробьи, с самого утра щепечут на остановках и штурмуют транспорт отважно и самозабвенно. А троллейбусы кряхтят и умиляются. Дай Бог им всего самого-самого, Чтоб стёкла их не запотевали, Чтоб усы их были длинны, Чтоб никогда-никогда не перекарали лапочки в их пресветлых фарах. Дай Бог! Милый мой Господи, крепости дай парусам, И по благо славянам воздух в этом краю. Здесь колыбельные звёздам поют в небесах, И вокруг все поют, и я тоже пою. Ветер не стыкнет, пока нас не пустят домой, Я на ощупь пойду, здесь дорога одна. Боль с мотосмой завод налетевший волной, И в просветах луна, и в просветах луна. Радуйсь, Господи, я наконец-то празднём, Мне шутливо грозит сорок пятый апрель. Пусть на окраине горды свет догорел, Мой скрипучий коралл вновь не сядет на пень. Голос подружен, и ветром стык схватит во всех, И трещат паруса, нам других не дайте. Пьяный червы и сладкий усадочий зовет Не собьют нас с пути, не собьют нас с пути. Вернишь знакомые звезды за утлой кормой, Как твоим радостям лыг и чистые небеса. Плачь по ушедшим, да будет и вечен покой, Мы вернулись домой, опускай паруса, Мы вернулись домой, да долой паруса, Мы вернулись домой, опускай паруса, Мы вернулись домой, мы вернулись. После Колобкова я иду в парк, Что раскинулся в двух кварталах от нашего дома. Вы не знаете мой парк. Здесь я когда-то выгуливал собаку И влюбленных у меня красивых девочек. Вот на этой скамейке целовался с Мариной. Она вышла замуж за алкоголика, Развелась и так и не перестала петь в церковном хоре. А вот в этой вот ротонде Я укрывался от дождя саней, Держал ее сароку и все что-то хотел сказать, Но так и не сказал, и она ушла. Как оказалось навсегда. На самом краю парка, почти у обрыва, Стоит низкая церковь из белого кирпича. Ну, как церковь? Дом номер 6. В 17 веке это был храм, В середине 20-го коммуналка на несколько квартир. На массивной входной двери Какой-то умник в синей краске На коря был номер 6. Перекрытие второго этажа давно обвалили, И жильцы съехали на десятилетия раньше, И только струпи обоев напоминают, Что здесь когда-то были люди. Так и стоит. То ли дом, то ли храм Под сенью заснеженных вековых дубов. Очень давно я обнаружил, Что в алтарной части под краской обоями Сохранились вики Христа и Богородицы. Видно, время пришло явить себя миру. Что-то очистил я ацетоном и скребком, Что-то возраст. Я приношу с собой свечи, Купленные в хозяйственном магазине, Расставляю окон, зажигаю, И сквозняк их почему-то не задувает. А снаружи кажется, Что храм живой, Желтый отблизки прыгает по стенам, Тень скачет по углам. Это... Это моя тайна. Мой дом И моя радость. Ведь все идет из детства. Меня больно наказывали за плохие отметки в школе, И я прятался тут от несправедливости и горечи. Христос стал моим другом, И я приносил ему свежие стихи. Вот тогда понятие Бог Было для меня чем-то таким далеким, Неосязаемым, А в доме номер шесть Жил молчаливый дядька Иисус С поразительным взглядом, Ну и которому, судя по всему, Тоже пришлось не сладко. Так и молчали мы оба, Глядя друг на друга. Только где-то вдалеке Лаяла большая собака. Она до сих пор лает, По ночам срываясь на вой. Гудит вдалеке паровоз, Возит печальных в столицу. Если я был там, Ответ на вопрос не найден И больше не снится. А впрочем, и в нашей глуши Такие колышутся травы, Что хочется водку глушить, Водой забивая траву мору Каждому черту назло. Я чувствую слово повсюду, Мне в жизни моей повезло. Я счастлив. На четверть сосуда Гудит вдалеке так гудит, Что сердце сжимается в узел Из радиоточки. Эдит поет О влюбленном французе. Куда там до этих высот Мне варвару и киноверцу Лишь болью стреляет в висок И узел завязан на сердце. На рыбалке опять потеряли водочки И утопили лодку. По пути домой собирали грибы И напугали волка, А потом запутали, смеялись, Орали так, что сорвали глотку И под вечер хмельные вышли На огни своего поселка. Это было такое количество лет назад, Что боишься вспомнить. И все чаще порой уходишь в себя, Словно в сновиденье. В нулевой кинулая тетка Приснет раза два постол мне. Я, уткнувшись в стакан, Замолчу и заплачу. Заплачу, заплачу. В твой день рождения И каждому черту да зло Я чувствую слово повсюду. Мне в жизни воин повезло. Я счастлив и больше. Да. Ночью снова шел снег. Я вспомнил, что мой прадед, Всю жизнь проживший на юге, Боялся снега. Фашистов, два раза занимавших город И устроивших бойню в балке за городом, Не боялся. Он считал их пусть и неизбежным, Но временным злом. А снежинки вводили его в ступор. В одну из зим он похоронил свою жену. Она потом приходила к нему По ночам с ангелами. Звала к себе. Моя прадед отмахивался Ее топором. И назло ей всем ангелам Прожил еще лет пятнадцать. В последний мой приезд Он меня не узнал. Я очередной раз с ним знакомился И опасно поглядывал На руку ей топора, Торчащую из-под подушки. Платон Колобков В рыжем свете фонаря, В оранжевой спецовке Все так же шаркал Лопатой по асфальту. Наш двор, окруженный Кирпичными двухэтажками, Построенный теми самыми Южными пленами Невска, Всегда был самым тихим горнем. Время остановилось здесь. И было слышно, как поскрипывал Старый топель так Дворнику и снежинкам, Которые, как мотыльки, Велись под фонарный плафон. Я наблюдал в окнах за Платоном, Пил чай и пытался вспомнить, Какой сегодня год и вечер. И тут, будто бы из ниоткуда, На небе появились единороги. Я увидел их в первый раз, Но не был удивлен. Я давно уже ничему не удивляюсь. Маленькая угольная тень, Отделившаяся от круп, Молнией скользнула вниз, И стопотом опустилась на ржавую крышу Соседнего дома. Это был жеребенок с большими крыльями. Он призывно заржал И с грохотом ударил копытом по железу. Платон поднял голову вверх, Посмотрел на коней И расхохотался. Он отбросил в сторону лопату И побежал по тропинке к дому. Какая-то неведомая сила Подняла его в воздух. Он, расправив руки, Стал подниматься все выше и выше. Лечу! Кричал Колобков и радовался, Как ребенок. Единорожек, захлопав крыльями, Сделал круг над моим домом, Подлетел к моему окну, Посмотрел на меня Огромными серыми глазами, Весело фыркнул И полетел Погонять остальных. Все что-то хотел сказать, Да выстрелось к утру, И скрип пололится в раю, Мою не разбудит дочь. Мой сонник мне нагадал, Что скоро я не умру. Поэтому будем жить, И в проруби снег доложь, Поскольку вокруг зима И лед достигает дна, Нам многого не простят. А сумерки за окном напомнив тебе опять, Что ты живешь одно, Что я не живу один, Что думая об одном. Ты вспомнишь чудной январь, Когда прилетал снегинь, И снег под ногой хрустел, Как яблоки на зубах оттал. И небо росло не вверх, Но долго тянулось вширь, И ангел мой на плече, Как есть табакон пропах, Он слышен, как по ночам Общаются мои ста. Я ночью пишу стихи, Унылое волшебство, Ого, там самого идут волхлы, И в небо горит звездо, А утром очнешься вдруг, И вот оно, Рождество. Субтитры создавал DimaTorzok Утром я иду к Платону Я открываю на улице, сегодня тепло, снег совсем весенний, почерневший от возраста Я открываю клетку и выпускаю крысу на Олю Она держит в зубах засушую апельсиновую корку и недоверчиво смотрит на меня Потом так же недоверчиво, оглядываясь, убегает На обратном пути меня откликает девушка Извините, Глеб, вы меня не помните? Не помню, это человек А вы мне жизнь лет 10 назад спасли 10 лет назад я пил, как, впрочем, и сейчас Дело не в этом Мне тогда было очень плохо, и подруга дала мне послушать ваши песни Благодаря им я сейчас разговариваю с вами Замуж за меня пойдешь, прерываю я девушку и пристально смотрю ей в глаза Я радуюсь всяческому безмолвию и сумраку в небесах Ибо в унылом городе, где душно и часто жара за 30 именно после сумрака Небо и зверху дождь и прогонит страх И город снова забыл глухарь, азотным вином, горчицей Я радуюсь каждой пустой безделице И мне отвожу глаза, когда на меня смотрит Бог Я снова впадаю в детство Он, впрочем, глядит молчаливо и думает, что ли он против, а то ли за И вот оно право выбора светлого дня или темной ночи Мне кажется, я уже утро Но бросить курить пока что не смог В отличие от спиртного, табак слишком щедр на вкус и запах И в день, когда добрые люди все будут лицом стоять на восток Я отрекусь от прошлого и выдохну трижды ослабив запад Я радуюсь долгому ожиданию А, впрочем, к чему слова в нашем унылом горке, где душ, где часто Жара за тридцать, мне кажется, будет всего тридцать пять А тебе только тридцать два Когда нас станет трое, я не закурю на крыльце больницы Музыка 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 Через три дня я уеду далеко на юг Из города, который основал хан Едигей в 1408 году Дом номер шесть станет, отреставрирует И он станет большим монастырским храмом Дядька Христос так и живет Полтанной части и радостно встречает всех пришедших к нему Через полгода ко мне приедет та самая девушка из парка Которая сможет убедить меня жить в радости Я брошу пить, а она родит мне потрясающую дочь Мое солнце и счастье с большими задумчивыми глазами Серыми глазами угольного кроватого же ребенка И когда-нибудь И когда-нибудь я Обязательно вам об этом расскажу На картах моих остановки отвинчены Мое одиночество хмурится строгая снова из города Едут отвинчены и на лабрадор Не уходят с порога Она будет ждать моего возвращения А я при исполнении всяческой благости Везу добрым людям Погость прощения Котов к любви И еще больше радости Я множество лет ждал рождение дочери Я ночью загадывал под звездопадом И видел, как люди построились в очередь За призрачное счастье во мне не надо Идти я уже счастлив в вершину мгновения Когда паровозный куток в небе аист И Господь подарил мне Тебя в воскресенье Мы улыбались Заплакал от радости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подарил мне Господь сокровища Я к такому был не готов еще Я не верю Слава в прозвищу Жил, как все И не хуже всех Но в дождь левом июле помнится Приходила к нам Богородица И как в сказке хорошее водится В нашем доме раздался успех День за днем дерева скрипучие Тянут ветви свои колючие Кто-то прячется там за тучами Я гадал Разгадать не замок Дочь моя, посмотрев внимательно Откнула пальчиком указательным И сказала мне назидательно Папа, что же ты? Это Бог Вот такая простая истина Мой порог с цветами листьями В дом крадется шажками листьями Мой дождливый июль, а с ним Мое ласковое сокровище Я к такому был не готов еще Я пытаюсь остаться стоящим Ты запомни меня таким Мой дождь Спасибо огромное. И замечательно. Для вас работал я, Олег Александр Птицын. Спасибо.